Я вас приветствую, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hours. С вами был Иаренов. В ваших экранах уж точно, дорогие друзья, необычный и запоминающийся реплей. Почему? Я думаю, вы по ходу игры все увидите, но и уже для многих достаточно знакомые лица. На поле боя, на пустынке. Вигл, дорогие друзья, сыграет за Китай-пехоту и Слайдерс за США в АВС. Знаете, Слайдерс у нас в комьюнте, именно в нашем, у нас есть свое небольшое сообщество, канал Аблер ТВ. Естественно, реплей от подписчиков, дорогие друзья. И в последнее время подписчики, именно вы, моя аудитория, очень часто мне кидаете интересные реплеи. Поэтому я думаю, что, возможно, даже заведу какую-нибудь новую интересную рубрику, именно реплей от подписчиков. Ну и Слайд. Слайд, конечно, считается одним из самых сильных игроков в нашем сообществе. И также Вигл считается не особо сильным игроком, но достаточно таким твердым средничком. И он бросил вызов Слайдеру. И посмотрите, со старта какой пехотный раш. Да, один ресурсный центр от Китайца, Казарма в центре, Дозер, Дозер. И пошла толпа ракетчиков. Что придумает американец? Американец пошел не фил. Тут, в принципе, стандарт. Но для Эйра это не всегда стандарт. Играя в завод и Казарму. Пошел спам ракетчиков. Еще одна наглая Казарма. Ох, ну, видать, Вигу посчитал, что, типа, блин, как же у него выиграть-то? Может быть, просто наглым образом зарашить? И здесь кроется весь ключик и путь к победе. Но посмотрим, дорогие друзья. Совсем недавно выходил реплей, где Слайдер собросал вызов Стаз. Я оставлю на триплей ссылку в описании. Была очень достаточно крутая, интересная битва, дорогие друзья. Я вам советую ее посмотреть. Но сейчас тут пех просто, просто как дома. Посмотрите, пошли Хамви давить красногвартистов, точнее, мини-ганеров. С левого фланга блокируется Казарма. Неприятно, но все-таки есть небольшая надежда. Приехал Хаммер американский на китайскую базу. Здесь, кстати, Эйрфилд. Это значит, что Вигу, скорее всего, ждет Хеликса. Но когда рядышком сторожит Хаммер, конечно, смысла выпускать Хеликса, наверное, здесь нет. Что по деньгам? 1150. Играем в один ресурсник, тоже очень все плохо. 2400 у Слайда он начал в два сапа играть. Все еще жмет пехотник. Посмотрите, Казармы уже нет. Остается только военный завод и медичка. Она более бронированная для того, чтобы давить, естественно, пехоту. Попытка отстроить еще одну Казарму. Одна уже отстроена. Две Казармы будут играть. В одной, возможно, уже флешке учатся. Что на базе, дорогие друзья? Все, базы нет у китайца. Вот он. Осталось всего лишь две Казармы. Это все, что есть, дорогие друзья. И блокировка базы. Так, есть флешки? Да, флешки появились. Еще одна казарма ставится. Здесь также ставится каркас от пехотника. У пехотника остался все-таки один живой дозер. И минусуется один военный завод. Единственный, точнее, военный завод. Китайцы. Так, по пути Хаммеру здесь будет казарма. В принципе-то, казалось бы, да? Но пехот этот Хаммер легко законтрить. А ты попробуй. А ты попробуй это сделать против слайдера. Так, подбежали здесь. Посмотрите. Рейнджеры. Красногвардейцы их обрабатывают. Попытка уничтожить последний дозер не получится. У американца есть каркас. Ох, как давно я не видел уже каркасных войн. Мне кажется, что это одна из этих битв. Но окей. Все, все, все. Здания американца падают. Неужели опять слайдерс? Принимает вызов и получает поражение. Но каркасик еще есть. Хаммер также живой. Естественно, это не значит, если, например, сладость проигрывает, не значит, что он там слабее играет. Возможно, там одна из десяти каток, в которой появился шанс у Вигу на победу. Но этой истории мы, дорогие друзья, не знаем. Надеюсь, самые игроки напишут. И все-таки минус Хаммер. Да! Ну что? Толпа рейнджера с флешками. Гонят. Гонят пехотинцев. Здесь два ракетчика работы. Дозер еле-еле живой уезжает. Ставит также каркас на охране. Два ракетчика. Вот это замес, дорогие друзья. Что ж, не осталось? Красногвардейцев-то не осталось? Ой-ой-ой-ой. Очень много флешечников, да. Флешбэнги пацаны кидают. Если так взять их. Семь штук в сборе. Уничтожается. Даже продает с казарма. Опа, дроп. Американский дроп. Нужно было, знаете, как сделать? Хотя нет, не прокатят. Есть флешки. Я думал, сюда здание воткнуть, типа, китайцы. Там посадить. Нет. Слушайте, поторопился я с поражением, на самом деле. С поражением американца. И сейчас последний каркас остается у китайца. И также последний нулевой каркас у американца. Посмотрите, ракетчики-то бегут в поиске. Но здесь пацан будет долго бить. Да, пацан будет долго бить. Чинук помогает. В упор пытается подойти. Ну, никак не получается. Чинук не дает. Чинук не дает. Да. А вот здесь, дорогие друзья, сейчас для Вигу потрясающий шанс. Все-таки в дикой... В дикой борьбе затащить эту катку. Но ракетчик немножко туда бежит. Наверное, карту не видит Вигу. Нет, все, увидел. Ага, на прикрытие пошли чинуки. Здесь рейнджеры, рейнджеры работают. Куда делся ракетчик? Ну, окей, окей. Рейнджеры отрабатывают казарму. Здесь минка ставится. Да, минка ставится. И что же будет быстрее? Так. Так, так. Вигу первый терпит поражение. Второй терпит слайдерс, дорогие друзья. Но есть небольшая предыстория. По словам самого слайдерса, как он сказал, Вигу успел нанести удар ракетой по каркасу, дорогие друзья. Потому что, когда слайдерс нанес поражение Вигу, якобы поражение здания, слайдерса тоже взорвались. А это, дорогие друзья, значит, что боевая ничья. Для меня лишь один вопрос остается. Как ракетчик этот ракетой пробил сквозь чину, которую защищал каркас? Не знаю, может быть, мина успела взорваться. Но по табло мы видели, что Вигу быстрее вылетел. Но как ребята обоюдно между собой решили, что это боевая ничья в генералах, дорогие друзья. На моем канале еще не было ни одного реплея вообще с ничьей. И данный поединок от наших ребят, нашего русскоязычного сообщества, сейчас дарит вам небольшой такой нонсенс, да, небольшой уникальный реплей. А именно ничья в Generals Zero Hour Sliders и Вигу. Дорогие друзья, оставляйте свои мнения в комментариях. Конечно, ставьте лайкусик, не забывайте подписываться на канал. И не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.